Продолжение следует... Во всяких политических шоу, хотя я совершенно никакой не политик, но у меня есть, естественно, взгляды, понимание той ситуации, в которой сейчас находится наша страна, и в которой находится наша культура, и в которой находится наша экономика. Я вижу, понимаю, опять же, может быть, я не прав, но тем не менее, я готов свою точку зрения мотивировать и вступать в диалог. Но, что касается журналистов, то, к огромнейшему сожалению, большое количество журналистов превратились из профессиональных журналистов в таких профессиональных, ну не знаю, пропагандистов и агитаторов. Что неверно и неинтересно. То есть они не хотят знать истины, они заведомо под влиянием, не знаю, редактора, продюсера, они заведомо понимают, какую точку зрения они проталкивают, и их невозможно, да и не нужно сбивать с этой точки зрения. Ну, знаете, вы сами открыли эту дверь, я вот не могу не поговорить насчет агитпропа, пропаганды и агитации. Смотрите, допустим, вы не раз говорили, что гордитесь своим родителям, который расписался на рейсторе, который... Да, очень горжусь своим дорогим отцом. Хорошо, с другой стороны, смотрите, давайте мы будем читать там киевские СМИ. Ваш родитель, так же, как и мой, и как все поколения, это оккупанты, это насильники, пришли в Германию исключительно для того, чтобы изнасиловать 2 миллиона немок. Полная ерунда. Ну как, это же пишут киевские СМИ? Кто-то пишет, так же, как и мы, так же, как и мы, сегодня всю Украину, весь украинский народ называем правым сектором, фашистами. Кто? Кто называет весь украинский народ? Первый канал, второй канал, третий канал, вам фамилия назвать? Давайте прекратим об этом говорить. Я в этом участвую сам. Я люблю Украину, я на ней родился. Я Россию, мне не надо признаваться в своей родине, как Россия. Вы одессит, поэтому давайте все-таки Украина. Так это что будет, ни Украина, ни Россия? Одесса и Украина. Вы сейчас повторяете Саакашвили. Он в своей тронной речи, когда в Одессе его представили губернатор, он сказал, Одесса, ни Украина, ни Россия, это центр мировой культуры. Ну, во всяком случае, вы не знаете, как насчет второй части, в первой части он абсолютно прав. Я скажу вам, что я знаю огромное количество сегодня, сейчас, замечательных украинских, но в основном это деятели культуры, литературы, и знаю такое же количество российских, даже больше. Которые, к счастью, не участвуют в этой чудовищной катастрофе, которая постигла наши страны. Поэтому я бы не хотел сегодня вообще об этом говорить, потому что это беда огромная. И наше с вами дело, эту беду как можно, как можно больше вот успокоить, как можно быстрее вернуться к тем действительно истинным, великим корням. Наши народы соединяющие, наши народы, понимающие друг друга. Вы про какие народы сейчас говорите? Я про народы России и Украины. Хорошо. Потому что я считаю... Это не один народ, вы считаете? Давайте назовем один народ. Нет, почему? Может быть и один. Ну, это как трактовать. Но, тем не менее, один. Я с вами соглашусь. Вот соглашусь с вами. Нет, а я спросил, я ничего не убежал. Если бы спросили, ну, не совсем один. Конечно, там вот эта Галчина, там Львович, это все-таки та сторона. А Донбасс, это эта сторона. А центр Украины, там Полтава, это центр. Тем не менее, я-то считаю, что вообще мир это один народ. Мир один народ. Я считаю, что то, что мы сегодня стали, извините, ну, вот большим-большим забором отгораживаться от мира, для нас это беда и неправильно. Я знаю, мир на нас напал. Да все-все-все, мир неправ. Правы мы, мир неправ. Это, я согласен тоже с вами и в этом. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24.